Антикоррупционные решили сделать эту неделю в парламенте, но на финише снова включили задний ход. Закон об антикор суде сегодня планировали рассматривать в зале, но ключевую поправку о том, кто будет отбирать кандидатов в суде, так и не утвердили. Причем статьи и документы согласовывают даже не с главами фракции, а с международными партнерами. Почему одна поправка застопила весь процесс и что будет, если новый суд в Украине так и не появится? Подробнее в материале. На этой пленарной неделе депутаты решили забыть о Центрозбиркоме, унеся договоренности подальше от трибуны и посвятить время переговорам по поводу закона об антикоррупционном суде. Цего тижня необходимо рассматривать и ухвалить несколько важных для Украины законопроектов. Найважливейшим среди них есть законопроект про высший антикоррупционный суд. Мы должны сделать все, чтобы этот закон был ухвален как наше быстрее. Правда, переговоры не столько между фракциями, сколько с международными партнерами. Представители Венецианской комиссии специально прилетели в Киев, а с американской стороной говорят по скайпу. У нас был с утра этап проговоров, будет в обед и будет вечером. Международный валютный фонд, СВИТОВИЙ БАНК, ФАФТ, ГРЕКО и другие международные организации поставили впервые в истории политическую вимогу для государства, что мы дамо вам стабилизационную позику. Но за одной умовы, если вы створите антикоррупционный суд, который занимается пятьми топ-коррупционерами с хемщиками в вашей стране. Из практически двух тысяч поправок ключевая одна. Кто будет отбирать кандидатов в антикорсуд и у кого окажется окончательное право вета? У международных экспертов или высшей квалифицированной комиссии судей? Пропозиция следующая. Если больше половины, то есть четыре из трех в Раде экспертов висловлют сумму, эта кандидатура блокируется, передается на рассмотрение ВККС. Если ВККС не находится достаточно предоставленной позиции Ради международных экспертов, то это вопрос переходит в так называемую касацию. Касация будет складаться из двух третин суммарного склада и ВККС, и Ради экспертов, но за умовы, что обязательно в этих двух третинах должны быть представители Международной Ради экспертов. То есть не может быть так, что все собрались потом вместе, ВККС одноголосно поддерживает того кандидата, против которого Ради экспертов, и он пришел. Они думают, как играть МВФ, как их дурить, но там не дурные люди сидят, там есть жесткая требования, полная и безусловная ВККС. Это не гарантия, это шанс на то, что там появляются доброчесные судья. Вот есть на сегодняшний день 16 человек, которые представляют украинскую сторону, есть 7 человек, которые представляют так называемую Раду иноземных экспертов. Так вот ВЕТО должно быть в обязательном порядке, что среди тех, кто голосует за ВЕТО, было как минимум, ну хотя бы 2-3 особи из международных громадских организаций. Вот если это станет, тогда да, решение принимается абсолютной большинством голосов тех, кто представляет самую украинскую сторону. Но окончательную формулу пока не вывели. А после того, как текст документа согласуют с международными партнерами, его нужно будет утрясти в парламенте и найти голоса на законопроект. А давайте говорите своими словами. Это формат внешнего правильного формирования кадров антикоррупционного суду. Погодили с МВФ, погодили в ночи, погодили с Венецианской комиссией в день, какие-то изменения, которые сейчас в сессийном залу нам внесут. Ну, так закона не пишутся. Если мы так допустим, что нам будут принимать так закона, то тогда нам не нужно Верховной Ради. Кто эта Громадская Рада? Кто их утверждает? Кто они таки взагалі? Каким чином будут призначаться суды, на каких засадах – жодного слова. Что это означает? Это означает две вещи. Первое, что руководство страны полностью под внешним управлением и им керуют. И второе, колоссальный уровень недоверия с боку западных партнеров Украины, наследок коррупционной политики сегодняшней влады, которые уже не верят в никакого слова и пытаются призначитывать своих судов, потому что считают, что любое призначение, связанное с сегодняшним руководством, это прямой шлях до такой коррупции. Позиция нашей фракции не изменилась. Мы считаем, что для борьбы с коррупцией, прежде всего, в стране должна быть политическая воля. А создать отдельный суд, который будет справедливым, а все другие, хоть остаются, как есть, это неправильно. Пока же законопроекты об антикурсуде в повестке дня нет, в Раде решили устроить аграрный день. Земля в Украине должна належать украинцам, украинским селянам. Политика нынешней влады, Международного валютного фонда, світовых международных летаев и наших так званых доноров полягает в другом. А без земления украинских селян они навмисно не дают дотации на восстановление тваринства. Они навмисно травят людей и наших детей пальмы олією. Они навмисно проводят политику, чтобы селяне выезжали из села. Правда, в повестке дня только несколько законопроектов, касающихся аграриев. Один из них направлен на стимулирование и развитие семейных фермерских хозяйств. С одной стороны, мы створюем семейные фермы. С другой стороны, мы им даем стаж, статус товаровырубника, бюджетную поддержку и пильговое кредитование. С другой стороны, мы им даем доступ к земли. Эти семейные фермеры теперь могут отримать землю не только 2 гектара, они могут отримать до 5 гектаров. Закон же об антикурсуде в зале может появиться завтра. Сегодня вечером руководство парламента проведет скайп-конференцию с представителями МВФ. К слову, от принятия документа зависит ни много ни мало получение пятого транша кредита. А это 1,9 миллиарда долларов. Екатерина Лысенко, Ксения Боровиненко, Максим Чеблин, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер.